Еще раз добрый вечер. Во-первых, хочу сказать спасибо, что пришли на трансляцию, согласились прийти, потому что это на самом деле такая удивительная штука. Кандидат в президенты пришел на трансляцию, особенно такую площадку, как Twitch. Это на самом деле большая редкость, на моей памяти я не помню, чтобы вообще кто-то соглашался на такое. Это достаточно смело. Поэтому спасибо, что согласились прийти. Вообще, Алексей, моя компания уникальная. Многое происходит в первом раз в стране, в моей избирательной компании, про это можно поговорить. Да, смотрите, мы на самом деле, ну по крайней мере моя аудитория, некоторая ее часть, с вами знакомы. Мы смотрели определенные видео на ютюбе, да, даже какие-то вот вы там переходили на различные передачи на телеканале НТВ, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому мы знакомы. Но тем не менее, сегодня на стриме у меня достаточно много людей, которые, возможно, с вами не знакомы. Не могли бы вы вкратце рассказать о себе? Что вы... Да, пожалуйста. Меня зовут Борис Надеждин, мне 60 лет, я многодетный отец, у меня много детей, внуки там, надеюсь, скоро правнуки будут. Я всю жизнь живу, собственно, в России, конкретно в Болгопрудном городе, под Москвой. У меня два высших образования, я сначала закончил физтех, кандидат в физмат-наук, занимался термоядом в советское время еще, потом выучился на юриста. Я занимаюсь политикой очень давно. Первый раз я избрался депутатом, страшно сказать, в 1990 году, когда многие, наверное, те, кто нас смотрят, еще даже не разделились. Еще не было даже Ельцина, не то что Путина, в стране был Горбачев. Ну, если говорить про мою какую-то еще деятельность, я преподаватель, 20 лет заведовал кафедры, читал лекции. А еще я очень люблю компьютерные игры, про это тоже, наверное, поговорим, потому что я действительно до сих пор в них играю. Как начал в 90-х годах играть, сначала в Тетрис, потом в Том Райдер, вот, там всякие другие игры, так до сих пор и играю. Интересно, да, про игры мы, конечно, обязательно тоже поговорим. Вот, но сейчас, как я понимаю, вы находитесь в процессе сбора подписей, правильно, да? То есть вы баллотируетесь в президенты и, соответственно, сейчас вы собираете подписи. Да, ну не то, что я вот сам лично хожу и собираю, хотя тоже собираю. По всей стране, в 60 городах России можно поставить за меня подпись, прийти в мои штабы, все их адреса, графики работы можно увидеть на моем сайте. Надеждин2024.ru или в моем Телеграм-канале. Наберите в Гугле или в Яндексе Надеждин Телеграм, вы увидите мой Телеграм-канал. Там уже очень много, десятков тысяч подписчиков, и там можно узнать, куда можно прийти и поставить подпись. Это я не просто так развлекаюсь, что мне делать нечего, а просто у нас закон, знаете, так написан, что независимый кандидат должен собирать подписи в свою поддержку. В частности, мне тоже приходится это делать. Нужно собрать по всей стране 100 тысяч подписей, и при этом не менее чем в 50 городах. Поэтому вот мы работаем, собираем подписи, и я всех прошу, кто гражданин России, находится в этих городах, практически во всех больших городах есть штабы, прийти поставить за меня подпись. Это можно сделать еще целую неделю, даже немножко больше. То есть, получается так, что подписи в количестве 100 тысяч нужно собрать до 25 января, я правильно понимаю? Ну, не совсем так. Сдать их в центр с Берком нужно до 31 числа, вот. А, соответственно, ну, в штабы они должны появиться, грубо говоря, 25 числа. Да, 25 числа. А в данный момент подписи сколько уже собрано? Как я видел на сайте, 25 тысяч где-то, около того. Да, где-то так. Ну, мы начали собирать подписи реально после праздников этих длинных. У нас же вся страна, она, сами понимаете, с 1 по 7 января, в общем, особо не работала. Вот, соответственно, вот так и получилось. А раньше, вот, получается, до праздников. Просто я, вот, как бы слежу за всем этим, естественно. Вот, и мне непонятно, а вот, например, до праздников можно было еще тогда, например, начать сбор подписи. Просто сейчас, на самом деле, да, осталось не так много времени. Ну, давайте я вам тогда чуть подробнее расскажу. Вот, у меня тут, что-то у меня чинят тут, я смотрю. Ну, да, 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 у нас камера просто очень лагает в видео. Да, давайте я расскажу, поскольку меня слышно, но надеюсь, хорошо. Да. Значит, история такая, мы действуем в полном соответствии с законами Российской Федерации, естественно. А они так, как бы помягче сказать, они так специально написаны, чтобы независимого кандидата, вроде меня, была масса сложностей. Выдвинуться там, начать собирать подписи и так далее. Вот, в частности, закон устроен так, что я сначала должен провести съезд партии, это отдельная история, которая меня выдвинула, и мы этот съезд провели 23 декабря. Потом мы должны, кстати, это тоже не просто так сделать, чтобы провести съезд партии, нужно во всех регионах страны, ну, в куче городов, провести сначала предвыборные собрания членов партии. Вот, потом уже, соответственно, проводить, собственно, ну, вот, сам съезд. То есть, дальше, после того, как вы провели съезд партии, вам нужно, вам нужно, соответственно, собрать кучу документов, это буквально в смысле мешок. То есть, список тех документов, которых я сдавал в Центр избирком, занимает 5 страниц. Ну, просто 5 страниц списка документов, да. Это все мы сделали. 28 декабря, внимание, 28 декабря, Центр избирком разрешил нам открыть избирательный счет и начать собирать подписи. Понятно, да? Да, да. Слышно, да, меня? Да, 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 да. Вот, соответственно, после этого мы должны были начать собирать донаты. Я отдельно про это могу рассказать, потому что никогда в истории российских выборов не было такого, чтобы донатили буквально десятки тысяч людей, на мой счет, избирательный. Вот, и благодаря этому мы, собственно говоря, и собрали все эти замечательные подписи. Вот, что-то здесь такое, какая-то происходит история со светом и со звуком. Она сейчас видно, да? Я появился в кадре. Смотрите, вот стало видно на другой, получается, камере. Я сейчас ее тут на стриме настроен. Убираю, продолжаю рассказывать. Вот, и 28 декабря нам Центр избирком, проверив все наши документы, проверив, как проходил съезд, как там все было, выдал разрешение на открытие счета и сбор подписей. Мы стали собирать донаты, где-то первые деньги мы собрали 30 декабря, и на эти деньги мы начали открывать штабы в регионах. Вы сами понимаете, что с 1 по 7 января найти каких-то владельцев помещений и заключить с ними договор аренды, такая непростая задача, да? Люди отдыхают. Многие вообще уехали там далеко. Но мы это тоже сделали как-то, и реально мы начали собирать подписи, реально, на прошлой неделе. То есть какие-то штабы начали собирать сразу после праздников, там 9 января, какие-то там 10, некоторые, ну, большинство начали уже, самые вот последние начали собирать последние 2-3 дня. Поэтому то, что висит на сайте 25 тысяч подписей, это не то, что мы их собирали там 3 недели, да? Мы их реально неделю собираем. И темп растет. Вот вчера мы собрали 7 тысяч подписей. Если мы будем собирать, ну, там, по 8-9 тысяч подписей в день, как легко посчитать за, ну, вот, за ближайшие там 10 дней, которые можно их собирать, мы вполне уложимся на 100 тысяч подписей. Ну, да, я видел вчера там чуть ли не очереди, ну, очереди буквально были в Москве, в Петербурге. О, вы что? Слушайте, сумасшедшая побежка, смотрите. Ну, понятно, что размер очередей зависит от размера города, да? Поэтому самые большие очереди в Москве, большие, но чуть меньше в Санкт-Петербурге, потому что в Санкт-Петербурге нам удалось 3 офиса открыть. То есть, понимаете, да, там просто, ну, толпы меньше. В Москве, к сожалению, мы долго искали, нашли в итоге один офис на фурманном действии. Вот, при этом, понятно, что очереди везде, в Перми, в Ярославле, в Воронеже, там, и так далее, но поскольку Пермь меньше, чем Москва и Санкт-Петербург, там и очередь меньше. Ну, соответственно, самые маленькие очереди, точнее, их, в общем-то, и нет, ну, в маленьких городах. Ну, вот, в Иваново нет очередей, там, в Долгопрудном моем тоже нет очередей, потому что это города, в которых живут там, ну, не миллионы людей, да, там, сто с чем-то тысяч. Вот, ну, вообще сумасшедшая поддержка, просто реально сумасшедшая. Я куда приезжаю, приходит толпа людей на встречи. Я был в Санкт-Петербурге, там сотни людей пришли. И просто энергетика такая, просто, вот, завтра я еду, не завтра, в субботу еду в Казань, потом на следующий день в Новосибирск, и везде там просто все ждут. Ну, то есть, реально, все говорят, из всех регионов люди пишут. Не то, что какие-то мои знакомые, просто пишут в телеграм-канал. Ну, сотни людей, приезжайте к нам, там, в Омск, там, не знаю, в Иваново, в Хабаровск, Владивосток, да куда, ну, везде, вся страна ждет. Ну, это здорово, это здорово. Но, как я понимаю, к сожалению, за границей, если люди живут за границей, да, за последние два года много людей из России уехало, которые потенциально могут быть вашими избирателями, да, поставить подпись. То есть, за границей, к сожалению, так не получится сделать. Почему? Мы открыли пункт сбора в Тбилиси, пожалуйста, сейчас нас очень просят открыть еще в ряде городов, по-моему, из того, что я слышал, Берлин, Алматы, Ереван, по-моему. Ну, там же полон наших граждан. Ну, да, 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 это было бы очень полезно, на самом деле. Я, кстати, могу сказать, что мне и донат отправить, и подпись поставить может абсолютно любой гражданин России, вот неважно, где он живет, любой гражданин России может поставить подпись, отправить донат. Как это сделать? Надеждин2024.ru, там зайдите на сайт, там подробно написано, как донат отправить, как подпись поставить и так далее. Там единственная проблема, у тех, кто живет за границей, мы им должны, ну, кому-то, кто возьмет на себя инициативу, там, не знаю, в условном Вашингтоне или Нью-Йорке даже, мы должны отправить подписные листы, соответственно, они должны их заполнить правильно, а потом мы их должны физически забрать. То есть нужно или там DHL посылать, или прилетать сюда, ну, там уж как получится. Угу, я верю. Хорошо, хорошо, понятно. Смотрите, давайте тогда немного поговорим про выборы. Давайте. Моя аудитория, ну, я в том числе, многие из нас не особо верят в честные и свободные выборы в России. И вот вопрос к вам. Вы как сами вот верите в свободные и честные выборы в России? Слушайте, я участвую в выборах в России с 90-го года, да. Вот, они по-разному проходили. Я свои первые выборы выиграл еще при советской власти. Коммунисты, как вы понимаете, которые были у власти, совсем не рады не были. Но я выборы выиграл. Я сейчас действующий депутат. У себя долгопрудный. Заметно, вот люди голосуют больше 30 лет. Вы думаете, Единая Россия рада была, что я победил на выборах? Нет, конечно, они проиграли, я победил. Это в 2019 году было. Поэтому весь вопрос в том, в двух вещах. Первое. Доверяют ли вам люди, то есть люди за вас голосуют или нет. И второе. Надо контролировать подсчет голосов. Почему в долгопрудном все время выборы выигрывают? Потому что на каждом избирательном участке находятся наблюдатели, которых мы подготовили. И они контролируют подсчет голосов. Я вас уверяю, любая комиссия избирательная, если есть наблюдатели, она считает абсолютно честно, без вопросов. Вот если нет наблюдателей, и что хочет, то и считает, другое дело. И на выборах президента мы планируем поставить наблюдателей на 50 тысяч избирательных участков. Опять же, на моем сайте надеждин2024.ру можно записаться в том числе в наблюдатели. Пожалуйста. Чем больше людей запишется, тем меньше будет возможностей для фальсификации. Хорошо. Смотрите, вот как раз таки по поводу доверия. Также среди моей аудитории некоторые люди, например, утверждают, что вы можете быть прокремлевским. Как вы вообще на это реагируете? Я знаю, что вам задавали эти вопросы много раз уже, тем не менее. Понимаете, если кандидат прокремлевский, то, наверное, можно предположить, например, что ему помогают собирать подписи, или ему кто-то дает большие деньги, какие-то там государство дает, или олигархи какие-то дают. Посмотрите просто на то, за счет чего финансируется моя избирательная кампания. Опять же, на сайте телеграм-канале мы подробно отчитываемся. Если есть сомнения, что это мы там пишем, зайдите на сайт Центральной избирательной комиссии. Там официальные данные о том, откуда деньги у кандидатов на выборы. И вы обнаружите, что я единственный кандидат в стране из тех 11, которые сейчас продолжают участвовать в выборах, который не получает деньги ни от каких-то фондов огромных, по 10 миллионов, как Путину в каждом регионе фонд поддержки чего-то там, Единой России, отправил Путину, какой 8 миллионов, какой 10. Нет, я не получаю деньги, как другие кандидаты от партии, а это по сути дела государственные деньги. Потому что партии получают государственные финансирования, которые в парламенте. Я получаю деньги исключительно от многих тысяч обычных людей, граждан России. Кто-то 100 рублей платит, кто-то там тысячу. Но поскольку этих граждан уже много тысяч, мы собрали уже приличные деньги, больше 20 миллионов рублей собрали. На эти деньги мы, собственно, и собираем подписи. Как вы думаете, вот в 60 регионах страны есть штабы, в которых работают уже больше тысячи человек. Им всем нужно платить зарплату, платить аренду, отопление. Знаете, какая холодина сейчас в стране-то там? Ну, а то да. Замерзают. У нас некоторые штабы, например, в Новосибирске реально замерзли. На улице минус 30, отопления нет. Короче, вот эти деньги идут вот на это, на оплату сбора подписи. Поэтому говорить, что я какой-то кремлевский кандидат, значит, просто ничего не понимать. Я вам еще смешнее скажу. Мне вот сейчас прислали, это ряд каналов опубликовали, телеграм-каналов. Оказывается, на первом канале рассказывали про всех кандидатов в президенты. Вот вчера был сюжет «21 час», программа «Новости», как она сейчас называется, сейчас, говоря, не смотрю телевизор. Но там в телеграм-канале можно посмотреть, рассказывали про всех кандидатов в президенты, кроме одного, кроме меня. То есть официальное телевидение про всех рассказывает, кроме меня. Ну, возможно, это о чем-то говорит. Это говорит о том, что я точно представляю какую-то проблему для начальства и точно не согласую. Ну, тут просто я могу объяснить, почему у людей это вызывает какие-то сомнения, да. Ну, вы публично высказываетесь там, например, даже вот. У вас антивоенная позиция, да. Вы там даже против Путина что-то говорите. Обычно, когда люди публично что-то такое говорят, ну, кто-то в тюрьме сидит, да, кто-то там признан иностранным агентом, у кого-то административные дела, уголовные дела. То есть чаще всего люди сталкиваются с проблемами после этого. Но в данный момент, ну, я как знаю, как слышал, у вас никаких проблем вроде как не наблюдается. Ну, тьфу-тьфу, я постучу, потому что, как это, в России живем от суммы и от тюрьмы не зарекаюсь. Такая поговорка есть. Но я пока, да, у меня есть ответы на этот вопрос. Почему других за это сажают, а у меня нет? Может, это связано с тем, что я всегда был в российской политике. Всегда. Еще не было Путина, и даже Ельцина не было, а я уже был депутат. И, возможно, ко мне отношение такое, что я всегда был депутатом, всегда был в телевизоре. Я всегда критиковал Путина. Я критикую Путина уже больше 20 лет. На телевидении в том числе. Наверное, как-то просто привыкли уже, ну, критикуют и критикуют. Ну, может быть, я не знаю точно почему-то. Но, как я слышал, кстати, вот по поводу телевидения, вас перестали звать в какой-то момент. Да, я же говорю, меня больше не показывают. Меня перестали звать с мая прошлого года, когда я в эфире НТВ, передача Норкина, сказал, что нам нужно выбрать другого президента, потому что Путин ведет страну в тупик, потому что он, значит, ну, ввязался в эту ужасную историю с Украиной, рассорился с Европой. И нам надо просто другого президента, а то мы так вот и окажемся в изоляции, в милитаризации в этой ужасной, и ничего хорошего не будет. Я как это сказал, этот ролик вырезали и показали все основные телеканалы мира на самом деле. Да, мы тоже видели, мы тоже видели это. Ну, после этого меня больше не зовут российское телевидение, видите. И даже когда я стал кандидатом в президенты, всех кандидатов показывают, кроме меня. Ну, так устроена эта система. В этом ее, кстати, и проблема. Они пытаются, так сказать, они пытаются делать вид, что чего-то нет. Вот у нас сейчас какие-то митинги проходят, там города замерзают, а по телевизору ничего этого нет. Нет, нет, по телевизору только Путина, счастливые дети вокруг. Ну, это стандартная тема, так по сути-то всегда было по телевизору. А вот смотрите, вот как раз, да, вы утверждаете, что вас перестали звать на телевидение, но вы как кандидат в президенты, мне кажется, за счет одного интернета, ну, к сожалению, не собрать нужное количество голосов для того, чтобы победить на выборах. Нужно же как-то достучаться до аудитории более взрослых, которые телевизор смотрят. Что в таком случае? Вы знаете, тут так все уже не очевидно совсем, потому что аудитория топовых YouTube блогеров, да и вас, в общем, вас же миллионы там людей смотрят, да? Вас смотрят миллионы людей. Ну, по сути. Ваша аудитория вполне сопоставима с аудиторией Соловьева, там, Попова-Скобеева и так далее. Вполне сопоставима. Там тоже аудитория порядка миллиона двух людей. У вас только что так же. Так что все. Работаем как можем. Не пускаете на первый канал, будем ходить к Иисусу. Ну, тоже факт. Это да. Ну, про Донцова вы слышали же, правильно, да? Ну, конечно. Что они допустили, например, на выборы там нашли какие-то якобы ошибки, около сотен ошибок. Да, там постарались уж на эти ошибки, это точно. Вот, да, и что-то мне подсказывает, что возможно эти ошибки были не случайны, поэтому... Ну, как теперь узнают, да? Это да. Понятно, что... Но я надеюсь, что у вас все будет хорошо, у вас не найдут какие-то ошибки там, ну, а сами знаете, они могут, конечно, придумать чего-то. Могут. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо. Могут и будут искать, но до сих пор моя команда делала такие хорошие документы, что придраться было не к чему. Вот, надеемся, что такого не случится. Смотрите, я вот так же хотел поговорить про тех людей, кто уехал за последние два года из России, но, возможно, хотели бы вернуться, но боятся. Что вы будете делать в случае, если станете президентом? Вы дадите возможность людям вернуться? Конечно, у меня... Люди. А у нас беда полная. На сотни тысяч людей уехало. Буквально сегодня опубликовали совершенно ужасные цифры, но они касаются ученых именно. Ну, то есть ученые – это люди, которые, ну, двигают вперед прогресс. Две с половиной тысячи ученых уехало из страны, включая докторов, наук. Вот, на сегодняшний день есть несколько человек, которые россияне и нобелевские лауреаты. Два из них – это мои коллеги по физтеху, где я кафедрой заведовал, Геймана Василов. Вот, на сегодняшний день ни один нобелевский лауреат, который родился в России, в России не живет. Понимаете, какая беда? Вот в чем беда. И уезжают ученые, уезжают самые умные, самые образованные. Вот это беда. И, конечно, хорошо бы, чтобы, наоборот, сюда приезжали те, кто, значит, способен двигать прогресс, развивать науку, развивать технологии. Это важно. Поэтому это важнейшая часть моей программы. Ну, да, согласен. Просто что-то мне подсказывает, что если Путин снова победит, то еще больше людей уедет по итогу. Вот. Хорошо, а по поводу политзаключенных, вот кто сейчас в тюрьме сидит? Да это, слушайте, это тоже. В моей программе написано, что первым своим указом я выпущу на свободу всех политзаключенных. У нас в Конституции есть такая статья, что президент обладает правом помилования. То есть, как бы, вот он просто подписывает указ президента, и все. И открывается камера, и человек выходит на свободу, да, из колонии. Я это сделаю, потому что я очень много людей, которые сидят, лично знаю хорошо, включая Алексея Навального, включая Илью Яшина, включая Владимира Карамурзу и многих других. Я их лично хорошо знаю. Я с ними участвую в разных проектах, и, конечно, то, что с ними делают, это полный беспредел. Конечно, я их всех выпущу, не только их, но я не всех, конечно, знаю. Говорят, что, ну вот, считают, есть разные оценки, кто-то говорит, 400 политзаключенных, но это точно сотни людей, сотни, сотни. У нас, вот, девушка молодая получила огромный срок за то, что она переклеила ценники в магазине. Да, 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 слышали. Оценники, с Кочеленкой, по-моему, ее фамилия. Вот, молодая девушка, да, ну, слушайте, ну, то есть, конечно, наверное, заклеивать ценники нехорошо, но это самое большое, что можно, это хулиганство, но точно не 10 лет, да. Ну, да, да, по факту. Конечно. И это все политзаключенные, их надо выпускать. Ну, и отдельно в моей программе написано, что я, когда стану президентом, конечно, я отменю все эти, ну, просто, как сказать, репрессивные антинародные законы. Вот, и про фейки вот эти, и про дискредитацию, и про запрет ЛГБТ, и про эти самые, про иноагентов, про этих, да. У меня масса знакомых стали вдруг иноагентами, всем ни сном, ни духом. Ну, вы считаете, что незаслуженно они стали иностранными агентами, и они, как таковыми, не являются какими-то агентами иностранными странами? Ну, слушайте, ну, вот у меня есть масса знакомых, вот те же депутаты Мосгордума, Ступин там, Миша Тимонов, я их знаю, это абсолютно русские, ну, в смысле, люди, которые, ну, абсолютно живут в России, никаких связей с иностранными разведками никогда не было. А, скажем, за что Миша Тимонова объявили иноагентом? А это депутат Мосгордума, за него люди проголосовали. Знаете, за что? Вот не за то, что он получал деньги, это уже не надо, это уже не требуется. Это раньше было так, чтобы доказать, что ты иноагент, нужно было доказать, что ты получал деньги. Не, Тимонов ничего не получал. Он просто несколько минут выступал на каком-то YouTube-канале, который был иноагент. Иноагент. Понимаете, да? То есть, идем на агент, Миша что-то там несколько минут сказал, и вот за это стал иноагентом. А это же не просто клеймо. Иноагент, на секундочку, например, не может преподавать. Ну, вот вы, например, преподаватель, что-то там не то сказали, а вы иноагент, значит, вы все, вы работ не найдете. Ну, можете, конечно, работать там курьером, там грузчиком, это пожалуйста, но не преподавателем. Иноагент не может участвовать в избирательной кампании. Например, есть масса людей, которых я бы хотел сделать своими доверенными лицами, да? Того же Мишу Тимонова, ту же Юлю Галямину, например, да? Ну, это известные деятели политические. Я не могу, потому что они иноагенты. Это специально делается так, специально так делается, чтобы, например, Надеждин не мог взять их доверенными лицами. Всех вокруг объявили иноагент. Я уж не говорю о том, что у нас, ну, там, Борис Гребенчаков, по-моему, уже тоже иноагент, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, такие деятели культуры, которые вообще ни сном, ни духом там к политике, они тоже иноагенты все. Макаревич, по-моему, иноагент. А, Борис Акунин, иноагент, писатель. Он даже, по-моему, экстремист уже. То есть, вообще там бред какой-то. Ну, тут согласен, это, конечно, полный бред. Ну, конечно, сейчас начнут геймеров ловить, конечно, я думаю. Вы во что играете? В Counter-Strike? И такое тоже, да, бывает, да. Надо играть в Ушелье Таня. Слушайте, смотрите-ка, моим родителям, ну, по месту, где я прописана, у себя там в России, уже три раза приходили из ФСБ, меня искали. За какие-то мои там антивоенные высказывания, да. Я ничего такого прям радикального не говорил, но, тем не менее, вот уже приходили. Ну, я об этом и говорю, страна погружается в такое какое-то средневековье, в реальное средневековье, совсем уже. То есть, охота на ведьм, там, запрет ЛГБТ, там, все это, это средневековье классическое такое прям. А вот, смотрите, я согласен, да, я с вами согласен. А вот немного про Навального, вы работали с ним, получается, и вот как вы считаете, его решение вернуться в Россию, зная, что его посадят, это героизм или глупость, по вашему мнению? Я вообще поразился, что он вернулся, я бы не вернулся на его месте. Потому что... Но бы не вернуть. Я бы не вернулся, ну, просто, ну, слушайте, я, вот я, ну, конечно, он помоложе, у него есть шанс там 10 лет просидеть в тюрьме и выйти. Помните, был такой Нельсон Мандело в Южной Африке, он, по-моему, лет 20 сидел в тюрьме, потом вышел и стал президентом. Это очень рискованно, если, то есть, если это сознательная такая тема, сознательная тема, то есть, Алексей реально приезжал в Россию, понимал, что его посадят на много лет, но он выйдет и как Нельсон Мандело станет президентом, это очень рискованная история. То есть, шансов реально, ну, слушайте. Но его там держат в ужасных условиях. Да, да, нет, я бы просто давно, ну, слушайте, ну, он помоложе, конечно, меня посильнее, покрепче. Дай бог он выживет и справится, я за него там переживаю, конечно, хорошо, что нашелся, мы же вообще не знали, где он там недели три, нашелся там не в самом теплом месте, конечно. Мы за него переживаем, да, и я, естественно, его выпущу, и, мне кажется, его шансы выйти на свободу связаны с тем, что другой президент будет. Ну, это да, я тоже так думаю. Хорошо, смотрите, вот раз уж мы поняли вот эту вот тему, да, что там в России происходят абсолютно странные вещи, там запреты и прочее, в курсе ли вы недавно вот этой истории про голую вечеринку Ивлеевой, вот когда там, соответственно, начали всех кошмарить за вечеринку? Это да. Или двадцать, я бы тоже рискнул пойти на голую вечеринку в мои годы, это уже, прямо скажем, ну, некрасиво и вряд ли кого-то заинтересует, да. Вот, и там были, как я понимаю, довольно взрослые люди, некоторые даже, по-моему, моих лет почти, типа Киркурова. Вот, это сама вся затея дурацкая, мне кажется, но еще более диким является за это людей репрессировать, там, заставлять извиняться. Ну, то есть, самое сильное, мне кажется, что надо было с ними сделать, просто, ну, сказать им, слушайте, ну, вы там, как это сказать, не хочется говорить старые клячи? Это неправильно. Вы милые, симпатичные женщины, но уже как-то, уже не надо, наверное, так делать, уже вам надо как-то больше так это думать о детях, там, внуках, в таком духе. Как-то, но точно за это наказывать, сажать, там, или репрессировать, или лишать концертов, это бред, конечно. Ну, да, соглашусь, пожалуй. Смотрите, вот, как я знаю, вы там приходили, получается, на различные передачи по телевидению, и, по-моему, вы приходили к Соловьеву. Вы с ним знакомы, вы были у него на... Ну, конечно, еще бы я не знаком. Я к Соловьеву начал ходить еще, страшно сказать, когда я был в Думе, то есть, это было начало нулевых годов, больше, ну, 25 лет почти назад. Тогда Соловьев был совершенно нормальный журналист, более того. Он был такой молодой, еще, значит, такой интересный, и он явно сочувствовал. То есть, он явно вот в этих ток-шоу, он был скорее на стороне, там, Бориса Немцова, или Владимира Рыжкова, или меня. Ну, мы тогда все молодые были, примерно, как вы сейчас, наверное, вот, ну, может, чуть постарше. Мне тогда еще 40 лет не было, и Соловьеву тоже. И тогда он был вполне нормальный журналист. Потом он, соответственно, вписался в эту путинскую историю, полностью стал пропагандистом. Я на его ток-шоу действительно ходил, но ровно вот по той же схеме, как я и говорил, что пока я ходил-ходил и просто ругал Путина, значит, его там всякие истории, вроде как все сходило с рук. А когда я сказал, что нет, все, надо другого выбирать президента, я уже больше не хожу никуда. Ну, у меня просто складывается ощущение, что он как будто вообще с ума сошел. То есть он прямо очень агрессивно ведет себя на своих эфирах. Ну, конечно, у него реально, у него произошло, как-то сказать, он, как это объяснить-то? Ну, вот, он попал в эту колею, вот эту вот, я постоянно, постоянно повторяю эти слова, колеи авторитаризма, изоляции и милитаризации. Она засасывает людей, такая воронка, знаете, водоворот. Человек к нему попадает, и он начинает смотреть на мир глазами Путина постепенно. То есть он реально верит, что в Украине там нацисты и фашисты власть захватили. Он реально верит, что НАТО чуть-чуть, еще немножко и напало бы на Россию. Путин буквально, вы знаете, Путин, начав спецоперацию, буквально на три дня опередил НАТО. Если бы он не начал, НАТО бы точно напало на Россию. И так реально думает много людей в стране, к сожалению, потому что им это объясняет Соловьев. Это все, конечно, чушь собачья, но работало. Хотя сейчас перестал уже. Смотрите, вот как раз, раз уже зашла речь по поводу Запада, НАТО. Ну, хорошо, я так понимаю, вы не верите во все эти сказки по поводу нацистов в Украине, по поводу того, что НАТО хотели напасть на Россию? Ну, конечно, не верю. Слушайте, это, то есть, смотрите, люди, которые там, ну, по своему складу, там, нацисты, там, за Бандеру и так далее, они есть. Но такая их в России похожих людей довольно много, которые там честно считают, что, как это, государство российское и российский солдат должен быть везде, где говорят по-русски. Вот у них в голове такая картинка, они так думают. Вот, значит, в этом смысле, мне кажется, им лучше Калифорния заняться, там русских заметно больше, чем в некоторых постсоветских странах, если что. Вот, значит, соответственно, ну да, вот у них в голове такая картина мира. Она совершенно неадекватная, но она есть. Хорошо, а как вы считаете, вот, каковы тогда реальные цели того, что сейчас происходит в Украине? Ну, почему это все началось, вот, 24 февраля? Из-за чего? Чтобы что? Это началось гораздо раньше. Это началось, то есть, точнее так. В 14-м еще, понятное дело, но именно в полномошке еще раньше. Это началось тогда, когда первый раз проиграл выборы Янукович, когда Ющенко стал президентом, а тогда вся администрация российская работала на Януковича, я это хорошо знаю. Вот, тогда еще Боря Немцов поддерживал Ющенко, это все, это раньше 14-го года, это какой год-то, 2008-й, что я сейчас не соображу, уже забыл, давно это было. Вот, даже меня Боря Немцов пытался втянуть в советники, там, Тимошенко и Ющенко, но как-то я не втянулся. Вот, соответственно, с тех пор это все началось, у Путина появилось ощущение, что его там обыграли, более того, обманули. Дальше у Путина постоянно вот это ощущение, что Запад все время его обманывал, вводил за нос и так далее, и так далее, но это как бы проблема не только Запада, это еще и проблема Путина, да, выстроить нормальные отношения. Он не сумел выстроить, дальше Путин вдруг поймал этот имперский синдром. Смотрите, какая история. Вот, когда распался Советский Союз, все, вот, кто из него отделился, включая украинцев, там, казахов, я уж не говорю о Прибалтах, все очень радовались, да, объявили, ну, обрели независимость, вот теперь же заживем. Но те, кто, собственно, в России остался, большинство людей оценивали это весьма болезненно, потому что, когда вы смотрите на мир из Киева или из Вильнюса или там из Алматы, вам кажется, о, как классно, мы отделились, мы теперь не колония. А когда вы смотрите на мир из Москвы или там из Краснодара или из Хабаровска, то вы видите мир по-другому, вы видите, что вот была такая великая большая страна, от нее там отвалилось что-то, и это плохо. Вот, и это обычная история у всех распавшихся больших таких государств, империй. И дальше сложно сделать так, чтобы население империи как бы успокоилось и стало жить дальше в новые рамки, и это некоторым империям, кстати, удалось. Вот Британская империя уж какая огромная была, да, Индия была британская, Австралия уж, Америка была британская, да, ну, США. И сейчас ничего, как-то они все уважают короля британского, и как-то нету такого, знаете, ну, что это типа наша бывшая, которая нас мучила, и мы ее ненавидим. Такого нет. То есть, можно, да, можно сделать так, что империя распадается, но метрополия в нормальных отношениях с бывшими колониями. Вот пример. Но, к сожалению, Путин взял другую тему. Он начал, наоборот, не гасить вот эти имперские, там, ну, как бы постимперский синдром у людей, наоборот, его развивать, рассказывать, что нас все кинули, нас все ненавидят, там, что, значит, русских преследуют везде, 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 везде. Он начал это как бы раскачивать в ответ, между прочим, да, в ответ элиты этих стран начали раскачивать тему, что Россия вот-воз нас завоюет, и понеслось, поехало. Вот вышло то, что вышло. Кто тут больше виноват, Путин или там вот эти элиты украинские, там, прибалтийские, это вопрос такой, ну, философский, в общем, да. Ну, вот так вышло. Но фатальной ошибкой Путина, понимаете, вот можно было дальше еще 50 лет, вот жить спокойно, мирно, украинцы бы ругали москалей, мы бы ругали, значит, украинцев, но жили бы мирно, там, не было бы проблем, там, гости на другую ездить, но ругали бы и ругали. Такого уж полно в мире, слушайте, полно в мире. Такого, что одни страны другие не любят по каким-то историческим причинам. Но живут мирно. Вот, например, взять французов и немцев, они друг другом воевали, знаете, сколько сотен лет за Эльзасу Лотарингу, она переходила из рук в руки, из рук в руки. Воевали гораздо чаще немцы и французы между собой, чем кто-то из них заходил в Россию. Вообще в Россию заходили один раз французы при Наполеоне и один раз немцы при Гитлере, да, а между собой они постоянно воевали гораздо чаще. И тем не менее живут нормально, мирно. Какие сейчас проблемы? Кто сейчас во Франции или в Германии пытается вспомнить, там, события Первой мировой войны или там, никто. Но, к сожалению, Путин взял вот эту, он перешел вот эту линию красную. То есть он начал активно использовать вооруженные силы для вот этих всех историй. И вот это и была его фатальная ошибка. Ну, тут соглашусь. Хотя многие люди, многие люди считают, что это даже не то, чтобы ошибка, сколько преступления со стороны Путина. Ну, слушайте, что, я, это такой теоретический вопрос. С точки зрения украинцев, да, очень похоже, но мы в России живем. Ну, я понимаю. А смотрите, вот по поводу Украины, Запада, а для вас приемлемо, если Украина вступит в НАТО? Да я вообще, мне вообще кажется, что это не имеет никакого значения при той стратегии России, которую я буду проводить. Вообще не имеет никакого значения. Потому что НАТО перестанет быть тем, что оно сейчас есть. Вот, это, ну, давайте я расскажу пару слов, как я вижу будущее России. Я имею в виду, у меня такой есть текст, называется «План Надеждина». Там что я буду делать? В первый день президентства, я уже частично сказал, между прочим, да, выпущу политзаключенных и объявлю перемирие, прекращение огня. Ну, естественно, обоюдное. То есть предложу Украине то же самое сделать. Там много чего еще. Мне же надо будет у Владимира Владимировича ядерное оружие взять. Тебе этот чемоданчик взять, ну, понимаете, да? Да, да. Он сейчас у него будет у меня. Это важная история. Вот, соответственно, много чего в первый день. И там есть задачи такие долгосрочные. Вот долгосрочной моей задачей является восстановить добрососедские отношения со всеми нашими соседями. Путин сейчас однозначно разругался с Европой. Я даже такой образ сказал. 300 лет назад царь Петр открыл окно в Европу. Помните, у Пушкина написано? Да, да, да. Открыл окно в Европу. И 300 лет Россия сотрудничала с Европой. Ну, там всякое было. И войны были. Но в целом Россия, безусловно, больше всего сотрудничала именно с Европой. А не с Азией или с Африкой. А Путин сейчас это окно захлопнул в Европу. И мы теперь уверенно ложимся под Китай. Просто настолько уверенно ложимся под Китай, что если Путин эту политику будет долго продолжать, мы просто станем вассалом Китая просто. То есть зависим от Китая страной. Это уже очень хорошо видно, что происходит. Посмотрите на автомобили, которые в Москве ездят. Это уже одни китайские. Ну да, правда. Причем они их нам продают сильно дороже, чем у себя. Заметьте. Китайцы же такие ребята, они же ничего не делают в рамках помощи. Нет, они зарабатывают. А если Россия слабая, от них зависит, так они на ней особенно будут зарабатывать. И пока что, слава богу, Россия все-таки европейская страна. Понятно, что географически Омск или Хабаровск находятся в Азии, географически. Но люди там и сами города гораздо больше похожи на европейские города, чем на азиатские. На что больше похож Омск? Условно говоря, на Варшаву или на Шанхай? Просто посмотрите глазами. Конечно, на Варшаву. Конечно, на Варшаву. Но если так дальше будет, то эти города станут в буквальном смысле азиатскими. То есть там просто будут жить люди, которые больше будут похожи на Си Цзиньпина, чем на меня. Ну, да, тоже верно. Получается так, что вы будете пытаться налаживать какой-то мир с Украиной, но в то же время, я думаю, вы в курсе, да, что у Украины тоже есть свои цели. Например, вернуть территорию оккупированной России. Военным путем ничего не получится у них. Россия не проиграет эту войну. Вообще, сама идея, что у Путина, что у Зеленского победить в этой войне, она абсолютно нереализуема. Это просто совершенно бессмысленно огромное количество жертв, разрушений. Ну, посмотрите сами, вот есть ленточка, ну, де-факто существующая линия фронта, ленточка, да, ее называют. Посмотрите, она вообще за год изменилась или нет? А сколько людей угробили? Сколько спалили там оружие, денег? Сколько там, ну ладно, что говорить? Она не меняется, все. В этом конфликте не будет никакого победителя. Очевидно, абсолютно. Но невероятности душки. Кто-то может представить серьезно, что украинская армия штурмом возьмет Крым или Москву? Можете себе это представить? Я не могу. Точно так же, но совершенно невероятно представить, чтобы российская армия там дошла до Киева или до Львова. Это невозможно представить. Поэтому никакой победы не будет. Будет тяжелая история. И как она завершится, сильно зависит от того, кто будет президент России, между прочим. Определенно, да. Это определенно. Конечно, да. Просто для украинской стороны, чтобы война закончилась, нужно вернуть территорию оккупированную. У них такая цель. Я... Ну, эта цель нереалистична. К сожалению, для украинцев эта цель нереалистична. Никакой военной победы Украины здесь не будет. Будут тяжелые переговоры. И я готов их вести, потому что со мной будут разговаривать. В отличие от действующего президента. Хорошо. А вот по поводу Конституции и поправок. Вы, как я слышал, выступали против поправок Конституции. Я, когда Путин затеял этот опрос всероссийский, совершенно голосование, я был резко против. Я ругался с большими чиновниками, с депутатами Думы. Пытался все это остановить. Устраивал там целые, там, большие мероприятия, чтобы это остановить. В результате меня... В результате, значит, с тех пор меня со мной там не разговаривают. Меня истучили из всяких экспертных советов, куда я входил там 25 лет. Еще до Путина входил в эти экспертные советы, при Центр сберкомии и так далее. Меня оттуда, отовсюду убрали. Я с тех пор не общаюсь с большими начальниками. Я выступал против, да. Конечно. Потому что это была очень плохая идея. Хорошо. А вот эти поправки, получается, которые были в итоге введены, вы их отмените? Ну, конечно. Отмените. Послушайте. Первым делом я отменю поправку Терешковой, которая дала возможность Путину бесконечно избираться в президент. Мне это не надо. Я не собираюсь, как Путин, 25 лет править. В этом смысле я как кандидат гораздо лучше, потому что мне 60 лет, и поэтому представить себе, что я 25 лет буду править, в принципе, тяжело. Я, конечно, с интересом смотрю на дедушку Байдена в Америке, но, поверьте мне, у меня таких планов нет. То есть, ну, уже нехорошо быть президентом, когда там путаешь жену и сестру, там, чего он еще делает. Ну, да, да, да. Я понимаю, да, я сеню... Я тоже уже не очень молодой человек, но я хотя бы, там, помню точно имена всех своих детей, там, так-то, вот, хотел мне их много, но я всех помню, и дни рождения всех помню, так далее. А, хорошо. А вот по поводу про мобилизованных, как я слышал, вы встречались с женами мобилизованных, да, общались с ними. Ну, я им помогаю. Слушайте, ну, я депутат. Я депутат. Я больше 30 лет депутат Долгопрудного, в своем родном. Это мои избиратели. Не-не-не, я просто хотел узнать их отношение вообще к происходящему. Что они по этому поводу думают? Знаете, у них, это тоже важный момент, у них очень сильно изменилось отношение к вообще происходящему в стране. Очень сильно. История же такая. Это жены, матери, мужиков, которых, ну, мобилизовали. То есть, это не те мужики, которые добровольцами пошли, да, таких новых, но это не те. Это не те мужики, которые кадровые военные, их, так сказать, ну, понятно, по тревоге подняли батальон, он там поехал в Украину. Нет. Это те люди, которые работали себе на работах, жили себе в семьях, да, и пришли по местке в сентябре позапрошлого года, да. Когда, собственно, все это происходило, в стране многие думали, что еще немножко, и мы там Киев возьмем. Ну, то есть, думали, что это не надолго. А оказалось надолго. И никаких сроков, когда они вернутся, нет. Вот смотрите, когда человека призывают просто в армию, ну, там, ну, в мирное время, у него есть срок. Вот у нас сейчас он год в стране. То есть, тебя призывали, через год ты давно. А у них нет никаких сроков. Вообще никаких. То есть, они там находятся бесконечно. И, соответственно, это обычные люди, это не какие-то там подготовленные там бойцы, да нет. Там есть масса, там мои студенты, вот я же на физтехе 20 лет кафедры заведовал лекции, читал, там выпускники физтех, молодые довольно парни, которые работали в науке, войти там, ну, то есть, совершенно такие далекие от всего этого. Они сейчас там в окопах. Ну, то есть, получается, это те люди, которые не хотели идти на войну, но были вынуждены, так получилось. Вот призвали. И дальше. И сначала-то, когда все это началось, все эти женщины, ну, сначала все ждали, что все быстро закончится, но ничего не закончилось. И, в принципе, вся страна уже поняла где-то, наверное, в начале прошлого года, но когда уже год был, СВО, да, все поняли, что это надолго. То есть, конца этого просто не видно. И судя по тому, как Путин заложил в бюджет там огромные деньги, 11 триллионов, 11 триллионов бюджет на эти цели заложены, это означает, что надолго. Путин заложился на много лет. Это видно хорошо. То есть, раньше все думали за три дня, а теперь выясняется, что и не за три месяца, и не за год, и не за два, а там надолго. Он собирается долго этим заниматься. Это видно хорошо. И сначала эти женщины, год назад, они просто просили вернуть своих мужей, сыновей домой, но никак не протестовали. То есть, они писали письма примерно такие, Путину там или в Думу. Дорогие депутаты, дорогой Владимир Владимирович, мы полностью поддерживаем вас и специальную военную операцию. Мы за нее, но только отпустите наших мужиков домой. Они так писали, ничего не добились. Более того, там тысячи адских личных историй. То есть, просто каждая эта женщина, это целая беда. Без слез это слушать невозможно. Я могу долго рассказывать истории, потому что это мои знакомые люди, как там, ну, например, там, вот этого фистеха взяли, да, парня, он там в окопах, а у нее ребенок родился, там, дочка, который год там, да, которой он, собственно, особо не участвует в ее воспитании, она папу как-то не очень, ну, понимаете, да? Да, да, да. А папа там в окопе сидит зимой, вот, и неизвестно еще, ну, дай бог, чтобы живой вернулся и здоровый. Или другая женщина, у которой мужу 44 года. То есть, брали не только молодых, вы знаете, если брали только 20-25 летних, берут, ну, уже таких, но не то, что пожилых, не таких, как я, таких, как я, слава богу, не берут, кому 60 лет, но берут тех, кому 45-50 берут. И вот мужик, там, 45 лет, у него там куча болезней, он принес справку, там типа, что он насквозь больной, там чуть ли не инвалид, не, иди туда. И он в окопе сидит. А теперь представьте, взять любого мужика 45 лет, посадите его зимой в окоп. Ну, что с ним будет? Развалится совсем. И таких историй миллион. Поэтому, если сначала они писали письма, дорогой Владимир Владимирович, мы за вас, только верните, и никого не вернули, и куча вот таких историй, они обозлились очень. Они страшно обозлились. Реально. И теперь они уже совсем по-другому пишут. про Владимиру Владимировичу и специальную военную операцию. Но самое ужасное, это реакция государства на это все. Вместо того, чтобы решать их конкретные проблемы, разобраться там в здоровье этого 44-летнего парня, или выпускника физтеха, который бы гораздо больше пользы Родине принес, если бы он там, ну, что-то такое делал в науке, там, в компьютерах, чем в окопе сидеть, государство начало в лице своих пропагандистов, ЗЭТ-каналов объявлять этих женщин, вы не поверите, агентами ЦРУ, там, ЦИПСО. Серьезно? Да, да, серьезно. Навальнистами, они все навальнисты. Они даже, большинство этих даже не знало о существовании там ЦИПСО и Навальни. Ну, до сих пор. А теперь они все навальнистские. Это жесть, конечно. Я поэтому пытаюсь им помочь и в личных вопросах, и в общественных. А куда одеться? Слушайте, это простые русские женщины, да? Простые русские женщины, никакие не агенты. У них личные трагедии, которые возникли из-за того, что Путин устроил вот эту специальную военную операцию. Ты еще так устроил, еще так, так сказать, работает Министерство обороны, что, очевидно, странные решения по людям. Ну, что, вот этим занимаюсь. Мне кажется, это мой, ну, это и мой долг, ну, как бы, юридически, потому что я депутат, я по закону должен помогать своим избирателям, да? Но это еще человеческие истории, потому что многие из них я просто их лично знаю хорошо. Ну, вот. А вот как вы считаете вообще, какова реально поддержка войны, да? То есть, специально военной операции, так называемой, среди населения в России? Вообще, много сейчас людей это поддерживает? Была большая, сильно упал. А я объясню, когда все это началось, ведь люди действительно поверили пропаганде. Слушайте, большинство людей действительно считало в России, что в Киеве фашисты, нацисты, там, НАТО, вот-вот, и американские танки двинутся на Москву, там, не знаю, на Смоленск, может быть, даже на Хабаровске, или на Владивостоке высадятся там какие-то десанты. В общем, вот это все в головах реально существовало. Реально. И поэтому люди обрадовались, большинство людей обрадовалось, что Путин начал специальную военную операцию. Наконец-то мы победим фашистов, нацистов, и все думали, что это будет легко, что не будет никакого сопротивления, украинская армия разбежится, Зеленский спрячется, и украинский народ радостно встретит освободителей, там, в Харькове, в Киеве, там, в Одессе, во Львове, вообще везде. Вот так реально думала страна. Увы. А сейчас ситуация поменялась. Большинство людей уже хочет, чтобы это все закончилось. Потому что, ну, люди просто боятся, люди со страхом смотрят, но у многих просто уже, ну, слушайте, во многих семьях уже в хоронки пришли, к сожалению. Поэтому никому это не хочется, чтобы было. Ну, есть там, относительно небольшая часть населения, которая считает, что любой ценой нужно победить. Вот. И у них действительно такие идеи есть, как нужно объявить всеобщую мобилизацию, послать на фронт уже там не 300 тысяч, а несколько миллионов мужиков. У нас, правда, столько нет уже, мужиков. Просто они кончаются быстро, к сожалению. Но вот здесь такие люди. Или еще атомной бомбу, давно пора бросить атомную бомбу. Ну, вот, как, кстати, считаете, если Путин победит на выборах, будет ли повторно мобилизация, или это вообще непредсказуемая тема и неизвестна? Я сейчас в том, я не вижу ни военной, ни какой-то политической основы под этим решением. Политическое для Путина очень плохое решение. Очень плохое. Это, ну, это же хорошо видно по социологии. Вот. Чем больше людей лично пострадали от этого всего, тем взрывоопаснее ситуация в стране. Это понятно абсолютно. Вот. Ну, и с военной точки зрения совершенно бессмысленно. А вот, опять же, да, по поводу мобилизованных, бывшие заключенные на фронте. Вы считаете это проблемой? Потому что, ведь многие возвращаются, бывшие заключенные и начинают совершать повторно какие-то преступления. Убийства, там, ограбления, изнасилования и прочее. Ну, мы сейчас наблюдаем эти новости, они одно с другой. И это лишь только малая часть вернулись. Вот, что с ними делать? По итогу-то? Ведь, собственно говоря, это большая проблема. Это же несправедливая история. Мне же вот эти жены мобилизованных постоянно приводили в пример вот этот ЧВК Вагнера. Вот смотрите, я уже сказал, что эти мобилизованные несчастные там полтора года в окопах сидят, да? А в ЧВК Вагнера брали преступников, причем совершенно с адскими там составами, там, в Ярославле натуральный людоед туда попал. Натуральный, он съел людей. Получил большой срок. Дальше. Они полгода, воевали там в составе ЧВК. Конечно, у них там адские потери. Про это Пригожин писал, там можно посмотреть, он там совершенно ужасные цифры называл, потерь за Бахмут. Но кто-то из них выжил. А система была такая, что те, кто из них выжил, тот же получал помилование, так понимаю, Путин подписывал указ, помилование и возвращался к мирной жизни. В том числе ярославский людоед. Я когда в Ярославль приезжал, мне там люди много рассказывали про то, что они ощущают. Поэтому это абсолютно несправедливо. То есть, законопослушный человек не имеет никакого срока и сидит в окопе, пока там понятно, да? А эти, значит, полгода и молодец, герой, начинаю новую жизнь. К сожалению, это такой контингент, который новую, светлую жизнь далеко не всегда начинает, а часто опять начинает делать то, что он делал, за что сел первый раз. К сожалению. Ну, такой контингент. Ничего хорошего в этом нет. Ну, да, согласен. А вот смотрите, в начале своего правления Путин, так же, как и вы, был сторонником либерализма. Как думаете, что с ним произошло? Ведь совершенно полностью поменялся. Его приоритеты, позиции... Хороший, кстати, вопрос, потому что я с Путиным познакомился, когда он был, не был еще близко президентом, мы с ним познакомились в 97-м году. Мы были примерно на одном уровне государственной иерархии, я был помощник премьер-министра, а он был начальник контрольного управления администрации президента. И мы с ним не раз вот так сидели на совещаниях там, потом я с ним не раз разговаривал в кабинете премьер-министра, когда я был помощник премьер-министра, а он был директор ФСБ на разных совещаниях. И потом я с ним встречался, когда он уже был президент России, И в начале его пути, когда я с Борисом Нецовым приезжал к нему в Кремль, мы там обсуждали какие-то наши предложения. То есть я как бы наблюдал его на разных стадиях Путина, и, конечно, он очень сильно изменился. Хороший вопрос, почему он стал таким, кем он стал их, почему он сделал то, что с Россией. Я так скажу, я думаю, главная проблема Путина в том, что он никогда не был публичным политиком, просто вообще никогда. Он всю жизнь был аппаратчиком, ведь он стал президентом каким образом? Его просто Ельцин вот так вот взял, сказал, вот, это Владимир Владимирович, ваш президент. Путин, в отличие от меня, никогда не участвовал в реальных выборах конкурентных. Вот как я в 90-м году победил действующего депутата от КПРФ, да? Вот, КПСС еще, КПСС, конечно, в 90-м году, вот. То есть меня никто за ручку не тащил никогда. Я никогда не был в партии власти, чтобы она меня поддерживала. А Путин сейчас, видите, за него работает все государство. Это я там собираю донаты, там, подписи, там, и так далее, а Путин, вот, все за него, все государство, все делает. Все губернаторы за него агитируют. Чего, кстати, нельзя? Агитируют. Вот. И у Путина нету опыта такого. Путин вырос как чиновник, как аппаратчик. Он все 90-е годы занимал, ну, бюрократические посты чистые. И он поэтому не понимает, как можно управлять большой страной в режиме, как бы, конкуренции, в режиме согласования интересов. Он может управлять так. Я построю вертикаль, я главный, все ко мне приходят, я принимаю решение. Поэтому он уничтожил все институты современного государства в стране. То есть у нас нет самостоятельного парламента, там, голосует, как Путин, скажет. Нет независимого суда, нету честных выборов таких, вот, видите, приходится мне там сопротивляться, там, наблюдать, назначать. Вот это обстоятельство. То есть, как и прочее, это обстоятельство его биографии. Вот он так устроен был, что вот он по-другому не сумел править. Плюс он не сумел нормально выстроить отношения с Западом, обвинил Запад, что тот его кидает там. Ну, то есть вот эта вся история, она вылезла. Ну, и в конце концов он вступил в эту ужасную колею. Это не он первый вступил, между прочим, в Россией. В эту колею залезали и цари, и генеральные секретари. Он влез в эту колею вот такую, знаете, милитаризации, авторитаризма, изоляции. Эта колея она убила и Российскую империю в семнадцатом году, и убила Советский Союз в девяносто первом году. Мне бы не хотелось, чтобы то же самое еще раз случилось в Майроне. Хорошо, спасибо. Вот вы также упомянули Немцова. Вы, я как знаю, были близки с ним, знакомы. Да, были, да. Мы периодически вот на трансляциях смотрим интервью с ним, да, вот, что он говорил. И на самом деле, ну, конечно, печально, что все так случилось. Да, ужасно. Да, могли бы вы рассказать вообще вот о нем, как о человеке? Да, конечно. Это, ну, мало того, что Борис Ефимович был мой непосредственный начальник на протяжении многих лет. С девяносто седьмого года, когда я был его советником как первого вице-премьера в правительстве Черномордино еще Виктора Степановича, и до две тысячи третьего года, когда вот во всей Думе Немцов был лидером Союза правых сил, а я был его первый заместитель. То есть, ну, вот, то есть был ближайший его соратник. Вот, и потом, когда мы уже из Думы выпали, то наши политические пути разошлись там, у меня были свои проекты, у него свои, но мы друзьями оставались, вот, буквально мы за несколько, наверное, дней до его трагической гибели с ним там, ну, выпивали, закусывали, все такое. И шли вечером, гуляли по Москве, и, честно говоря, я потом, когда вспоминал, вот, представьте себе, что это был последний раз, когда мы с ним виделись, очень тяжело, вообще шок. Борис Ефимович был, конечно, человек абсолютно уникальный, и если бы он в итоге стал президентом страны, а вы знаете, что в 97-м году Ельцин хотел сделать его наследником, ну, как бы передать ему власть, абсолютно другая страна была, просто вот совсем другая страна, никто бы отсюда не уехал, никакой БСО, конечно, не было, это очевидно абсолютно. А потому что Немцов, он сочетал в себе редкие качества, понимаете, вот, он был харизматичен, феноменально харизматичен, то есть, просто вот, когда он куда-то заходил, там все люди оборачивались, из него такая энергетика шла. Но при этом он был и очень умен, да, бывают люди харизматичные, но которые несут всякую чушь, да, всякую чушь несут. Харизматично, громко, руками размахивает, ярко, там вообще круто, но так, если вот прочесть, что он говорит на бумаге, понятно, что просто блед какой-то. Вот, он умный был, вот, и он очень любил Россию, он при этом очень любил Россию, он совершенно не был про вот бабки, про эти дворцы, все это в нем ничего не было, совершенно. Женщин очень любил, а они его любили. Мы всегда с ним, когда там попивали, болтали, а у нас у обоих четверо детей, у него, у меня, но только есть маленькая разница, мои дети все рождены в браке, понимаете, да, вот его нет, совершенно, да. Я его некоторых детей хорошо знаю, один из них студентом был на фистехе, Антон, сейчас, правда, уехал из России. Ну, то есть мы дружили семьями, то есть, ну, да. Да, ну, конечно, очень печально, что вот так вот все получилось. Вот мне тут писали мои зрители по поводу какой-то вашей цитаты, что вот у россиян выученная беспомощность, якобы вы это где-то говорили, и вот попросили пояснить, что это такое, как с этим бороться, что это означает выученная беспомощность. Ну, это психологический термин, у меня просто в штабе психологи работают, и когда я стал описывать то, что многие россияне чувствуют, я сейчас я это опишу, это выглядит так. Так вот, взять, например, учителей, в стране 2,5 миллиона учителей, это в основном женщины, учительницы, ну, которые детей даже учат. У меня же, как я сказал, много детей, два из них еще ходят в школу пока, часть у меня большие дети, уже некоторые сами родители, да, а у меня есть два сына, вот 10 и 12 лет, поэтому я много общаюсь с учителями российских школ, естественно, я стараюсь иногда ходить на родительские собрания, участвовать в какой-то самодеятельности школьной, ну, стараюсь. Вот. И вот эти учительницы, они же считают голоса на выборах, вы, наверное, знаете, да? Я говорю не про учительниц, конкретно моих детей, те как раз хорошо считают долгопутно, но большинство фальсификаций, к сожалению, которые делаются, делаются вот, ну, как бы, вот этими учительницами. И я часто их спрашивал, послушайте, ну, вы ведь детям, там, не знаю, преподаете литературу, рассказываете про, там, не знаю, про то, что нужно жить честно, чисто быть душой, там, ну, понятно, да? Русская литература, она про то, что нужно быть честным, хорошим, там, любящим, добрым и так далее. Как вы можете при этом фальсифицировать выборы? А знаете, чего они отвечают? Они говорят, а куда нам деваться-то? Ведь если мы этого делать не будем, нас, наверное, уволят, выгонят с работы, и потом нам об этом говорят наши начальники. Я директорам школ говорю, зачем вы это делаете? Они говорят, ну, как так? Ну, вот мне сказал замглавы администрации города, что если я этого делать не буду, то, опять же, меня выгонят с работы, школу, значит, лишат денег, не хватит на ремонт, а у нас тут сами выйдете, видите, крышка течет, там, еще что-то. Я говорю, подождите, вы что, всерьез думаете, что если вот все учительницы школ скажут, мы не будем этого делать, всех выгонят? Да никто вас не выгонит, вы что, смеете, что ли? Какой нормальный глава города выгонит с работы всех директоров школы, всех, кто в своем умеет? Его на куски разорвут те, кто в школу. Да, это аналогично. Вот. А ответ такой, ну, мы-то да, но мы все понимаете, но я-то да, я понимаю, что я нехорошо, но все же делаю. И вот это и есть синдром выученной беспомощности. Это означает, что когда вам начальник говорит очевидно незаконные отвратительные вещи, вы как бы не находите в себе сил сказать ему, а иди-ка ты знаешь куда. Я детей учу? Учу. Ко мне вопросы есть, как я проверяю домашние задания и провожу классные... Нет-то вопросов, все, едино. Понятно, да? А как я голосую, из-за кого там, это мое дело. Нет, вот так вот оно все и устроено. Что люди воспринимают начальника, как человека, который может с ними делать все, что угодно. Все, что угодно, понимаете? А так нельзя. Надо сопротивляться, понимаете? Я согласен. Ну как это сказать? Нельзя, вот надо как-то самоуважение какое-то иметь в конце концов. В конце концов, страх Божий иметь надо. Обманывать грех. В аду гореть будем. Нельзя так. Да. Хотя бы так. Правильно. Так, ну мы уже скоро будем заканчивать. Давайте немножко отвлечемся от политики. Да, давайте. Я-то думал, мы будем говорить там про Assassin's Creed, про Tomb Raider, про Resident Evil в конце концов. Я как раз хотел вас спросить по поводу игр, потому что, ну вы у себя в Телеграме написали, да, и вообще я слышал, вы интересуетесь играми. Вы, получается, играете. В перерывах между выборами и депутатской работой я иногда играю в игры. Я переиграл все серии Tomb Raider с 96-го года, по-моему. Когда Лара Крофт только появилась, и вот до конца. Вот, я переиграл все Resident Evil. Сейчас доигрываю ремейк четвертого Resident Evil. Застрял там на боссе, но времени этого добить, гада. Вот. На режиме Professional. На простом-то я, конечно, быстро прошел. Вот. Что еще? Half-Life тоже. Вот. Я вот такой, я западаю. То есть, короче говоря, иногда, когда у меня в жизни не было каких-то больших проектов, я реально зависал. То есть, просто реально зависал. И дети мои многочисленные тоже подселены на это дело. Но сыновья больше. Дочки меньше, сыновья больше. Но у сыновья своя игра совершенно. Я ничего не понимаю в этом. Вот у меня тут есть директория. Я буквально могу сейчас ее открыть. Вот есть. Сейчас, кстати, посмотрю, во что они играют. Интересно же. Давайте, давайте. Вот смотрите, это мое. Assassin's Creed. Вот. А вот это дети. Devil May Cry 5. Ага, знаем такое, да. Far Cry 6. Тоже знаю. Fortnite. Terraria. Тоже слышно. Ну, в общем, это вот, я не очень понимаю, про что это, но они в это играют, детишки мои. Но это популярные игры, да. Ну, надеюсь, а в танки они еще играют. Был период, они в танках, они разбирались в этих танках какого-то безумия. А бы в танки не играли? Нет, я не играл. Я когда из школы их, ну, был период, часто они уже сами в школу ходят, ну, 12 лет, 10-12 лет. А когда они были помладше, я их отводил в школу и забирал. Ну, просто мне удобно было. Я рано встаю, на школу с 8 утра. И пока мы шли, я узнавал массу интересного про танки всех стран мира, про их, там, ходовые свойства, там, значит, снаряды, сколько там чего. Я поражался. То есть им было лет 8, и они во все это глубоко вошли. Я все-таки играю в игры, которые, ну, в 90-х годах появились. Просто некоторые позже, там, Ассасин, по-моему, позже появились. Но Tomb Raider точно появился еще в 96-м, наверное, году. Ну да, это давно еще. Да, это такая была Ларка, Ларка была-то такая, прям, Лара Крофт, это все вообще. Я до сих пор все это помню. Вот вы не поверите, а вы мне скажите, а в Tomb Raider 3 на уровне, там, не знаю, River Gang, река Ганг, где лежат секреты? И сколько их? Я вам отвечу. Ничего себе. Вот это да. Вот, смешит память. Круто, круто. Или там, не знаю, как убить босса в Resident Evil, там, 3, 2, 4, 6, 7, я вам все скажу. Круто, круто. Я, кстати, не читю никогда, нет, никогда, нет. Вот это правильно, это правильно. Вот сыновья мои, они, вот, я знаю, они в Ютьюбе подглядывают, я застукал пару раз. Они на Ютьюбе смотрят прохождение, понимаете, да? Да, 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 летсплей. Это, мне кажется, я говорю, а зачем вообще, зачем это, вот в чем тогда смысл играть? Ой, ты знаешь, папа, так быстрее. А, еще одна удивительная вещь. Я как не могу читать сразу 5 книг, так и не могу играть несколько игр. Вот это удивительно. Я вот начал играть, скажем, в этот Resident Evil, я уже, мне кажется, полгода играю. В смысле, я могу играть, может быть, час в неделю, понимаете, да? Ну, да. Поэтому я играю долго. Какое-то новое игро, Ассасина, я одну там два года проходил, там, не помню, какой-то из последних. А, Викинг, там этот, господи, Викинг, там, про Викинга, это последняя Ассасина. Мираж, кстати, не удается скачать, потому что наша карта не работает, я его не могу в Юбисофте купить. Беда какая. Ну, когда-то он выйдет на этом, на другом. Ну, короче, когда-нибудь его считят и поиграем в Мираж, пока просто руки не доходят. Но неважно. Так вот, я всегда играю в одну игру, а мои дети, они одновременно играют, мне кажется, в 4 или в 5 игр одновременно. То есть, ну, в смысле, ну, то есть, он вот играет, 2 часа в эту игру. Да, потом в другую. В другую, потом опять, я не понимаю, как это может быть. Это все равно, что, как сказать, это все равно, что читать 5 книг одновременно, или все равно, что встречаться там с 5 девушками сразу. Ну, в крыше, и будешь там путать имена, там, это же, понимаете, опасно. Зачем это? Хотя, современная молодежь, она такая, может, у них так мозг устроен, что-нибудь так нормально. Мне это всегда сложно было, что 5 книг читать, что с 5 девушками встречаться. В молодости. Вот. А что такое аниме, вы знаете? Ну, это что-то... Смотрели когда-нибудь? Это, по-моему, это какие-то типа комиксов японских, что-то такое. Да-да-да-да-да-да-да-да. Не, я как-то особо... В этот жанр я глубоко не входил. Получается, вот только игры, но онлайн игры вас не интересуют, то есть, там, Дота 2, например. А, во, они в Доту еще ломятся. Просто Дота, я просто открыл директорию, которая здесь, а это, как бы, мой компьютер, да? А у них есть еще свои, там, гаджеты, айпады какие-то, они на них... Да, Дота это тема, да, я знаю, что они в ней рубятся. Причем эта игра, как я понимаю, они играют не с компьютером, а с какими-то другими людьми. Да-да-да, с другими людьми, там, онлайн, да? Я это не люблю. Вот Геншин еще есть тоже, там, игра такая. Да-да-да-да, точно-точно, я тоже слышал. Они меня... Ну, то есть, я вот тоже открыл, то, что у них на компе, это то, что, как бы, стационарные игры. Ну, которые не требуют онлайн. А я не люблю онлайн-игры, потому что я... Ну, у меня времени нет, вот вы когда... Ну, как бы, у меня просто мало времени, поэтому, как бы, каждый эпизод у меня, может быть, я там по 15 минут прохожу, а потом через неделю еще 15 минут. Ну, когда онлайн так не получается. У меня же времени нет. Ну, реально, я реально заигрываю. Ну, это я понимаю, да, со временем это такое, да. А то тут мои зрители рекомендуют вам уже, ну, самому, скажешь так, подключать трансляции, вот на этой площадке Твичи, игры транслировать, общаться. Ну, я все-таки, как сказать, все-таки... Давайте так, я вот отслужу президентом один срок, я не Путин, один срок. Выйду на пенсию и буду... Вот все, что я специально с вами спешусь, вы мне скажете, вот где можно зависнуть там конкретно, онлайн там. Вот на пенсию выйду, буду, вот, играть в ногу, да. Все. Хорошо. Смотри, тогда последний вопрос к вам. Простой, короткий. В вашем понимании, рассея будущего, она какая? Мирная, свободная, где люди говорят то, что думают, где абсолютно приветствуется любое разнообразие, то есть нет такого загнать всех под одну гребенку или заставить всех одинаково думать. Разная, красивая, мирная, добрая, и страна, где всем комфортно жить, и никто вас не будет плющить за то, что вы думаете не так, как очередной президент. И вообще надо привыкнуть к тому, что наши начальники, это не какие-то там богом посланные цари, а обычные люди, сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. И совершенно не обязательно каждому из них подминать под себя всю страну и заставлять всех думать так, как они хотят. Еще не дай бог не заставлять всех там брать в руки винтовку и куда-то бежать стрелять, только потому, что тебе вот показалось, что там, значит, какие-то враги ни с того ни с сего. Вот. И я еще раз напоминаю всем, это очень важно. Я очень нуждаюсь в поддержке, в подписях, в донатах. Вы можете зайти на сайт надеждин2024.ру, там все написано, и где подпись поставить, как донат отправить, или в мой телеграм-канал. Вот. Сегодня мне было крайне интересно, потому что у меня очень молодые ребята работают в штабе. Это я такой, ну, дядя уже довольно плохой. А в штабе у меня работают ребята, мальчики и девочки, которым, ну, так я бы сказал, в среднем лет 25, может быть, 30 некоторым, да. Именно от них я узнал массу интересных новых слов. Не только таких слов, как стрим или фандрайзинг. Я от них узнал такие слова, как ТикТок. А сегодня я от них узнал такое слово, как Твич. Каюч, я не знал о существовании этой площадки. Вот про Ютюб я знал, но по Твич не знал. Но было очень интересно, и большое спасибо Хесусу за то, что он меня сюда позвал. Надеюсь, все-таки, что будет нам о чем поговорить. Не только о политике, конечно. Мне кажется, было бы классно поговорить о чем-то еще таком, более понятном нашему аудитории. Вот про Игорь мы поговорили, я много про что еще могу поговорить. Ну, приходите, еще я буду очень рад, конечно, с вами пообщаться. Хорошо, большое спасибо. Всех призываю, кому 18 лет, обращаю внимание. Да, все, что я сказал, относится к лицам 18+. Да, дети, к сожалению, но не дети, а молодые до 18, увы, не могут ни голосовать, ни донаты перечислять. Но у вас есть папы, мамы, старшие братья и сестры, вот они могут. Да, поэтому модерация, можете, пожалуйста, ссылочки в чат. Да, 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 ссылочки, чтобы люди, соответственно, кто смотрит трансляцию, тут почти 19 тысяч человек, перешли и посмотрели информацию, также на телеграм-канал, если будет возможность, модерация, пожалуйста. Да, и, кстати, с 5-ми, Хес, мне так у вас понравилось, потому что это первый случай, когда я нахожусь на стриме, где меня не мучили какими-то адскими вопросами, да, такими страшными просто. Ну, я видел другие трансляции, да, как там провоцировали. Да, там, не дай бог, там просто я не знал, что мне сказать, чтобы остаться на свободе. Я это прекрасно понимаю, да. И, конечно, гораздо лучше рассуждать о Доте или Resident Evil, чем о страшных проблемах, которые реально стоят перед страной. Иногда можно позволить себе немного расслабиться. Да, это верно, надо расслабляться. Конечно. Нет, этого никак. Спасибо вам большое, мне тоже было приятно пообщаться. Вот, по сути, вы моя последняя надежда, чтобы я смог нормально вернуться в Россию, вот, а иначе если Путин победит... Да, я, кстати, да, 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 да. Я думаю, что мы постараемся, мы здесь постараемся сделать так, чтобы все приличные, умные, свободные люди могли и вернуться в Россию, и уехать из нее куда угодно, свободно, между прочим, в смысле навсегда. Просто вот, мы же сейчас не можем уехать практически никуда, вы знаете. Ну да. Это никакая история. Поэтому за то, что мы свободные люди, умные, по всему миру перемещались и не испытывали трудностей с покупкой очередной серии Ассасина, потому что российские карты не принимают в Минесофт. Ладно, всем привет, побежал. Да, спасибо большое. Спасибо большое, что пришли, спасибо. Ну, короче, ребята, вот как-то так у нас все прошло, как мне кажется, было реально неплохо.